Когда встречаешь фестиваль весны в Китае, ты словно погружаешься в другой мир, где время замедляется, а каждый миг наполняется значением. Это не просто праздник, это глубокий культурный опыт, который меняет тебя изнутри. Когда границы между реальностью и мечтой стираются, а воздух наполняется магией. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, самое зрелищное и самое волнительное событие в жизни каждого китайца – это наступление Нового года. Каждый год миллионы китайцев устремляются домой, чтобы в кругу родных и близких проводить Старый Год и встретить наступление весны. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Водовороте времени. Есть моменты, которые оставляют неизгодимый след в твоей душе, и китайский Новый год стал именно таким моментом. Наша деревня Ляньфэнь, Цзяньцзиньху, в поселке Рэньшань, в Хойдунском районе Гуандуна, имеет двухсотлетнюю историю. Моя семья живет здесь около 160 лет. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Изначально, когда мы приехали в это место, я думал, что это какой-то буддийский храм. Но потом местные нам объяснили, что это храм поклонения усопшим. Вот мы сегодня приехали сюда, чтобы посмотреть, как проводится ритуал поклонения и празднование китайского Нового года в этой деревне. Я председатель деревенского комитета Ляньфэнь, Цзяньцзиньху, в Хойдун, Гуандун, Китай. У нас есть совет директоров. Я фермер из деревни Сяосян, Хуэйдун, мне 62 года, меня зовут Линьчжанбяо. В деревне примерно тысяча человек, всего 10 фамилий. С фамилией Линь 400 человек, они составляют значительную часть населения, примерно треть. Людей в нашей деревне мало, обычно в деревне никого нет. Большинство уехали, но во время праздников здесь собираются все, кто когда-либо тут жил. Всеобщее китайское традиционное правило – встречать Новый год дома. Мы приезжаем сюда каждый год во время китайского Нового года. И в праздник фестиваля фонарей, 8-го дня 8-го месяца, по лунному календарю. Мы поклоняемся предкам. Смысл поклонения заключается в благодарности предкам за то, что они защищают здоровье и благополучие людей в нашей деревне. А также молимся о том, чтобы каждая семья была в безопасности, чтобы наши дела шли хорошо. Во время жертвоприношения все стоят на коленях и молятся за процветание нашего клана. Это традиция, которая длится несколько тысяч лет. Этот храм передается уже четвертому поколению. Раньше он использовался как обычный четырехкомнатный дом. Этому храму уже более 160 лет. Каждый год утром мы едим строго постные блюда, такие как овощи, макароны и пирожные. Мы не едим мясо. Даже в жертвоприношении предкам мы используем только постные блюда. После ритуала мы устраиваем фейерверк. КОНЕЦ 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 Китайский Новый год – это праздник семьи, любви и единения. Это время, когда все китайцы возвращаются в родные края, чтобы провести фестиваль весны в кругу семьи, родных, близких. Я посетил китайскую деревню, разделил ужин с китайской семьей и познакомился с многими удивительными людьми. Я приехал сюда из Хэйна, провинции Гуандун. До этого жил в Шэньчжэне и занимался проектированием более десяти лет. Приехал однажды сюда просто отдохнуть. И не планировал тут оставаться надолго. Но мне очень понравилось это место, и я решил его арендовать. На китайский Новый год мы всей семьей собираемся на родине и празднуем в кругу нашей большой семьи, так как семья для нас очень важный элемент жизни. Китайцы всегда отмечают Новый год вместе с семьей. Все устремляются в свои родные деревни, чтобы встретиться с родными и близкими. Подарки для нас не так важны. Сам китайский Новый год – это уже большой подарок. Это наша история. У нас принято дарить красные конверты с деньгами, которые мы называем «хумбао». Что касается молодых людей в Китае, то даже в сельской местности есть много интересных событий. Много забавных вещей, которые они могут делать. Например, танец огненного дракона с благовониями. Этот танец в нашем родном городе мы называем его «благовонным драконом». Например, у нас в деревне до сих пор проводят фестиваль фонарей. Во время этого фестиваля люди также устраивают фейерверки. На самом деле это очень весело. Это можно почувствовать. Это довольно живо. Так мы отгоняем злых духов. Так мы отгоняем злых духов. Я понимал, что каждый обычай, каждая традиция несет в себе мудрость и историю, которая пронизывает каждый уголок этой страны. Я был поражен масштабами и красотой праздничных ритуалов. Люди собирались в храмах, чтобы принести пожертвования и почтить предков. Я видел, как через еду и ритуалы люди выражают свою веру, свою привязанность к традициям и уважение к прошлому. КОНЕЦ Короче, здесь находится священный фонтан, в который кидают монетки. Монетка стоит 10 юаней. Вот. А монетка необычная какая-то, местная, вылитая, наверное, специально для этого храма. Ну, то есть китайцы вот просто кидают монеты. Без всякого, не как мы там через левое плечо или через какое-то, через правое плечо мы кидаем монеты. На удачу. Я только одну попал. Ну, как обычно, китайцы любят на табличках, на красных конвертах, либо табличках писать пожелания на будущий год. Это, наверное, самое первое, что китайцы желают друг другу – денег и богатства. Дальше идет здоровье, процветание, здоровье семье, близким. Последний день праздника был для меня как финальный аккорд в симфонии китайской культуры. Я посетил новогоднее шоу дронов, ночное световое шоу, а также салюты. Это было поистине незабываемое зрелище. Я был поражен красотой и масштабами этих событий. Я поздравляю всех вас с Годом Дракона. Все очень просто. Пусть все будет хорошо. Работа, здоровье всего самого наилучшего. Лишь бы у вас было хорошее здоровье. С Новым Годом и крепкого здоровья, всего хорошего. Большего не надо. Спасибо. Надеюсь, вы все счастливы, довольны и здоровы. Спасибо. Надежды на Новый Год в этом году очень просты. Надеюсь на удачу. И хочу получить больше урожая в животноводстве. Желаю богатого урожая и процветания в бизнесе. Надеюсь, у всех вас будет отличный год. С наилучшими пожеланиями, Лили Чан. Просто будьте здоровы и счастливы. На протяжении всего пути, чтобы наши семьи были здоровыми и в безопасности. Я желаю нам всего самого доброго и я желаю вам всего самого лучшего. Сегодня, первый день Нового Года, все жители деревни с фамилией Линь соберутся вместе, чтобы поклониться предкам. Мы молимся за урожай в следующем году. Я желаю всем вам крепкого здоровья, о войне скорейшего окончания. Желаю добра, надежды на лучшее и отличное окружение. Я хочу пожелать всем счастья, много денег, но это не самое важное. Важно здоровье, чтобы ничего не болело и не беспокоило. Все в вашей голове. И желаю удачи, а также много, много денег и богатства. Встреча в фестивале весны – это не просто развлечение, это погружение в культуру и духовность этой страны. Я унес с собой не только яркие воспоминания, но и глубокое уважение к культурному наследию Китая. Теперь это стало частью моей собственной жизни. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ